Алла-шоу И у него такие экзорсисы, за которыми было потом ужасно стыдно по утрам. Ну и давайте начнем уже сразу со старой доброй песни группы премьер-министра, которая сегодня исполняется лично Жаном. Давай, 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 бой. Жан Мелливеров у нас в гостях. Я тебя позову в следующий раз, когда мне надо будет пропевки записывать. Молодец. Слушай, ну я, во-первых, тебя поздравляю со всеми проектами, которые у тебя телевизионные сейчас идут. Они все, конечно, громадье. Спасибо большое. Очень ты красиво, интересно, классно там выглядишь. Спасибо. Это действительно, я считаю, большая удача. Второе, я тебя, в принципе, поздравляю, что мы наконец-то с тобой снова встретились на русском радио. Действительно. Камбэк, да. Ты знаешь, только что послушали ваш заводной хит группы премьер-министра когда-то, да? Да. Два бриллианта вот эти вот. И ты исполнил эту песню на Суперстар. Именно. Как раз вот это сольная версия, которую мы сейчас слушали. А где новые песни? Скажи мне, почему так трудно артисту из группы потом начать свое сольное плавание? Нет, ну... Почему? И найти хорошую песню. Ну да, безусловно. Просто это дело времени. Постоянно артист должен быть в поиске. Безусловно. Поэтому я, в моем случае, я сейчас в поиске как раз своего творчества. У меня его на самом деле много. Но просто так сложилось сейчас. Именно вот эту песню я представлял, как ассоциируется со мной песня. Вот в проекте Суперстар вышел. Мы ее сделали новую аранжировку. Ребята сделали именно из Суперстар. Спасибо им огромное за это на самом деле. Но параллельно, естественно, я готовлю, пишу свое творчество. И, надеюсь, в скором будущем все услышат. Нам покажешь всем. Да, обязательно. Сегодня со слушателями откровенничали. Кому было стыдно за что-то с утра? Ты очень веселый парень. Наверняка у тебя были истории, когда утром ты просыпался, и тебе было за что-то мучительно стыдно. Ну, не часто это было, но был один раз. Мне сразу прям вспомнилось. Это мы с друзьями. Нам было где-то, я не знаю, лет, наверное, может быть, по 16, по 17. Ну, молодые ребята тусовались в гостях у моего друга. Там у нас было очень много человек. И как-то тусили, тусили. И так дотусили, что утром пришла мама вот этого мальчика, у кого мы тусовались. А мы что-то так радовались, что просто всю квартиру... Да. Вот эти классические кетчуп есть большой, красный, бутылка. Вот он. И мы... Очень много как-то оказалось его там, и мы просто стали играться. Вот есть водичка, да, а это мы друг в друга, и все, и на стены, и на стекла, и, господи, и друг на друга. И пришла мама утром его, открывает дверь, а там... А вы спите. А мы спим, и она сынок своему сыну. И мы открываем глаза, и все. И вот здесь был стыд, честно вам признаюсь. И потом, конечно, еще было стыдно, когда мы потом после этого проснулись быстренько, убежали, чтобы... Слиняли. Да, слиняли, вышли на улицу ловить машину. А все там и в кетчупе, а люди приезжают, думаешь, что происходит, они в крови, да, да, да. Все полностью, волосы, одежда. Вот этот момент действительно был очень для меня очень стыдно. Ну, слушай, подожди, вы убежали. А кто отмывал стены, потолки? И он один, или бедная мама. Ему попало, конечно. Но мы извинялись потом перед мамой, сказали, извините, пожалуйста, такого больше не будет. Не, извините многое. Генеральная уборка в самый раз. Джан Мелимеров у нас в гостях, буквально через... После следующей красивой песни я тебе предложу Блиц. Блиц, я буду проверять, все-таки ты больше одиночка или командный игрок. У нас в гостях. Так, ну ты можешь долго петь, я знаю про меня, ты можешь петь хоть весь вечер. Я предлагаю тебе Блиц, чтобы узнать, все-таки ты больше командный игрок, так как столько лет в группе премьер-министр, или ты уже одиночка. Окей, давай попробуем. Блиц со звездой. Любишь ли ты помолчать? Иногда, да. Разговариваешь ли ты сам с собой? Безусловно. А со своим автомобилем? Да. Завтракать в одиночестве любишь? Иногда, да, но не очень. Не очень, хорошо. Когда остаешься один дома вот на целый день, что ты делаешь? Редко такое бывает, потому что ненавижу оставаться дома. Я считаю, что если ты ничего не сделал за день, то это очень плохо. А дома ничего нельзя сделать полезного, да? Наверное, можно, но я не могу, мне нужно куда-то что-то, чего-то. Час или ты путешествовал в одиночку? Нет. Никогда. Понятно. Есть ли такое дело, в котором тебя раздражает, если тебе кто-то помогает? Есть ли такое дело, которое меня раздражает? Да. Наверное, но прямо сейчас не вспомню, какое. Ну, например, готовишь ты, а кто-то лезет тебе. Да, люблю, когда вот, правильно, люблю, когда я готовлю вот сам себе. Я обязательно должен знать, где вот куда что, аккуратненько сложить очень сильно. Да, то есть в этом плане я прям педаю. И если кто-то тебе говорит... Если кто-то сделал не так, я вот говорю, ну, пожалуйста, не надо, я сам. Я сам, я поняла. А что ты сам себе готовишь, вот что ты любишь готовить, любимое твое самое? Любимое мое самое. Да я все люблю, на самом деле я люблю очень, вот мне нравится нашинковать правильно себе салат из разных овощей. Мне очень нравится, я обязательно все четко прям должен разрезать, кубик в кубику, все должно быть вот у меня вот. Да, я поняла, я поняла, аккуратненько все было. Если бы сложились так обстоятельства, ты бы рискнула открыть свое дело? Я думаю, что да. А в какой области? В какой области? Да, наверное, в области, я думаю, опять же, еды, наверное, скорее всего. А какой был в этом году у тебя самый счастливый день? В этом году самый счастливый день? Да. Ух ты, ой, дай бог памяти, самый счастливый день, самый счастливый день, да самый счастливый день, он всегда, когда ты просыпаешься. Я тебе хочу скажу, сегодня, Жанна. Дай петь. И, наконец, мог бы ты... Подловила меня, подловила. Мог бы ты в одиночку встретить Новый год? В одиночку Новый год? Да. Да нет. Ну, короче, ты нет, ты не солист, ты командный игрок. Ты за столько лет привык к обществу, привык к людям. Я, видишь, я тебе буквально как психолог теперь рассказываю. Нет, а как можно в Новый год одному встретить Новый год? Но это же ты в группе, в группе невозможно. Нет, но это не только по поводу последнего вопроса. Я, в принципе, протестировала тебя только что. Ну да, я вообще такой, в плане компании, да, я люблю вот именно, да, компания. Конечно. Ну ладно, но это и не странно, потому что цыгане всю жизнь жили табором. И это у тебя, извините, генетически. Конечно. Жан Мелимеров сегодня здесь у нас в гостях. Очень приятно находиться. Экс-солист группы премьер-министра, а теперь нынче солист сам. Нынче. И ты сейчас блистаешь в разных проектах, ну, например, Суперстар. Я хотела тебя спросить, а ты считаешь, не слишком ли ты молод для этого проекта? Ну, как сказать, ну, вот нашей группе, да, 25 лет, четверть века. Я думаю, что, наверное, это не настолько уж мы молодые, чтобы сказать, молод ли я для этого проекта. Там же вся суть в том, что 80-е, 90-е, 2000-е. Да, ну, то есть... Я как раз вот попадаю, как раз вот конец 90-х, начало нулевых. Да. То есть я попадаю. А кто для тебя реальные конкуренты? Да, на самом деле, там все реальные... Самые, самые. Я скажу честно, вот, там все конкуренты, там все мастера своего дела. Все люди, которые много-много-много лет посвятились сцене и знают свое дело на 100%. Сказать кто-то там отдельно, не скажу, потому что... В живую там поете? А? В живую поете? Ну, в живую тоже. Ах, не всегда в живую? Ну, не всегда, получается, да. Ну, не потому, что мы не можем, просто, ну, понимаем, мы понимаем, да, телевизионные моменты просто есть какие-то, наверное, технологические, сложновато, наверное. У нас, в принципе, мы же заметили, что у нас очень вообще с того времени, вот, допустим, если брать там и заокеанскую историю, там как-то прям принято это. Да. В нашем случае, вот у нас, это было, это вот сейчас становится уже реальностью, и слава богу, что сейчас, на самом деле, живьем. Я недаром тебя спросила, кто конкуренты, потому что если бы вы работали вживую, а если бы работали вживую, кто был бы конкурентом? Да ну, все на самом деле там поющие люди, ну, правда. Хорошо. Ну, все поющие, честно. Один проект, в котором ты уже сидишь в жюри, это «Поем на кухне всей страной». Да. Какие песни ты чаще всего сам поешь в компании? Ой, ну, честно скажу... Не поешь? Не то, что нет. Когда был помоложе, да, как вот раньше, в то время, скажем, да, конечно, вот мы с тобой разговаривали там, раньше вообще все постоянно. Было принято, да. Было принято вообще петь всегда. Ну, и, конечно же, пели, ну, в наших там цыганских семьях, понятно, там, мы пели всегда «Солнышко», ну, вот такие известные песни. Конечно, и «Мороз, мороз», безусловно, это супер, я не знаю, мега-хит народный. А самая красивая цыганская песня для тебя какая? Или самая веселая? Самая веселая, это, наверное... Это такая очень веселуха. Или, допустим, «Ай да Люда, Люда, ля, дра, да Люда, ля». Это веселуха. А так, наверное, ну, из цыганских, наверное... А почему про Люду спели, а про Аллу нет? Ай да Люда. Алла-ла-ла-ла, наша Аллочка. Так, ладно. А ты записываешь или уже все-таки записал дуэт с Валерией, который мы скоро будем слушать? Ой, ну вот сейчас как раз мы в процессе. То есть вы как раз сводите. Да, мы сейчас в процессе, мы прописали как раз именно вокал, все, и сейчас работаем над звуком, над сведением. Эта песня будет масштабная, веселая, грустная какая? Эта песня, скажем, такая, знаете, она взрослая, такая глобальная песня об ушедших. Это мы написали вместе, я и мой друг, мой товарищ, мой близкий человек, он же продюсер Матвей Анечкин, легендарный человек, который основал группу «Круиз», группа «Тет-а-тет». Понятно. Да, вот мы с ним написали эту песню, и я благодарен Валерии, что она приняла эту песню и согласилась со мной спеть двое. Ну, тогда запомним этот самый момент, и в ближайшее время, когда она появится, эта песня у нас в эфире, будем вспоминать наш с тобой сегодняшний вечер. Спасибо, я хочу просто добавить то, что там очень, там 20 человек у нас будет хор шикарный, и там очень много скрипок, это такая взрослая песня об ушедших. А, понравилось, понравились мои заставки, Жанни, к тебе, да? Ну, я рада. Слушай, давай немного поговорим о твоей цыганской крови. Ой, давай, с удовольствием. Что ты считаешь главными мифами о цыганах? Главными мифами о цыганах? Да, что неправда. Что неправда? Все говорят про цыган, а это неправда. Все говорят про цыган, что неправда? Да. Да много, что говорят про цыгана, и это неправда. Ну, например. Сейчас не могу, но я не знаю. Ну, какие мифы? Что там? Я не знаю, что... Понятно, хорошо. Господи. Тебе живет дух кочевника? Или это тоже миф? Нет, живет, безусловно. Живет? А как он проявляется? Да, ну, постоянно хочется. То есть я такой в этом плане, я могу сегодня быть здесь, завтра там. Сколько у тебя домов, квартир? Домов, квартир? Да. Да вся моя любимая страна России. Не-не-не, давай, серьезно. Вот у тебя квартира одна, где ты живешь? Или у тебя есть квартира одна, потом квартира другая, дом, и ты вот между ними гуляешь? Да нет, ну у меня квартира. Я же все-таки живу в Москве, я, так скажем, современный такой цыган. Поэтому я как обычный нормальный человек живу в квартире. Понятно, то есть ты не ведешь к чему образ жизни? Нет, и во дворе иногда выхожу, шатер строить, надо спать. Ладно, сколько раз в самостоятельной жизни ты переезжал? Не с родителями, а именно уже когда ты... Ой, я честно скажу, я в 16 лет как ушел из дома, и вот стал работать в ресторане сперва, а потом попал 17 лет премьер-министр. И вот я вот с самого вот этого детства, 16 лет, постоянно снимал сам квартиры. Ну, сколько раз? Ой, ну много. Сейчас раз, ну, наверное, раз. Ну, вот как нормально, реально, кочевой цыган раз 45-50, наверное. Да ладно! Правда, правда, я постоянно вот за это время вот, да. И давно у тебя свое жилье? Ну, не так, чтобы давно, но так. Вот где-то, ну, может быть, не знаю, года 3-4. Обалдеть. Хорошо, ты веришь в гадание? В гадание? Да. Мама у тебя умеет гадать? Нет, нет. А папа? Нет. А ты? Нет, нет, нет. А кто из... Я объясню. Моя именно семья, мы из музыкальной династии, да. Ну, и что? Нет, у нас не гадают. Близкие. Как бы близкие. Вот родственники, да, есть гадают бабушка. И что, гадают хорошо? По-настоящему? Ну, я, честно говоря, к этому всегда ровно относился. Я не обращаю на это внимания как-то. Ну, то есть тебе ничего такого не гадали? Никогда в жизни я это не люблю. Я ровно к этому отношусь. А как с конями дела? Великолепно, обожаю их. Правда? Конечно. Есть свой конь. И если честно, у меня в деревне, когда я был маленьким, мне было лет, наверное, 8-9, я постоянно вот к бабушке с дедушкой «Светлая память» приезжал, у нас под Тулой как раз, и у меня дед мой всегда держал, реально, это правда, коней. У нас старая, да, я помню, это прекрасно. У нас были кони, мы катались. Катались без седла? Без седла, конечно, как настоящий обычный цыганик, господи. Как в таборе принято. А сейчас? А сейчас? Что сейчас? Ну, где-нибудь ты вот коня увидишь, уведешь? Нет, увезти нет, но прокатиться попрошу. Сейчас такое время, камер много, заметят, что увел коня. Скажи мне, есть какая-то семейная история, почему тебе выбрали имя Жан? История такая, моего дедушку звали Жан, вот так сложилось, да, и в честь него меня назвали. Все очень просто. Все очень просто. В общем, как у всех. Цыган Жан. Жан Цыгана и группа Five Star Family уже, наверное, не успеем. Давайте Наташу Подольскую, ты же любишь ее. Да, конечно. Сразу после короткой рекламы. Жан Велимеров, пока поет, право. Ну, не могу, ну, прекрасная заставка. Спасибо большое. Я тебе предлагаю поиграть. Ух ты. Мы сейчас узнаем, каким ты в детстве был супергероем. Или, может быть, каким ты супергероем когда-нибудь будешь, когда будешь там дедушкой. Готов? Давай. Называется Супержан эта игра. Ух ты. Неожиданно из-за угла появляется ужасный монстр. Что ты будешь делать? Я тебе буду давать сейчас варианты. Первый вариант. Сделаешь с ним селфи и отправишься в соцсети. Разделаешься с ним, так пью-пью. Или прикинешься еще более страшным монстром. Ой, ну я не знаю. Я человек-импровизатор. Можно свой вариант? Да, я человек-импровизатор. Поэтому вот в данный момент, если он появится, не знаю, если будет хорошее настроение у меня, я, конечно же, сразу, Друган, давай-ка селфанемся. Да, 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 да. Если, наверное, будет не очень хорошее, то, наверное, я его сам напугаю. Напугаешь, хорошо. То есть все зависит от момента настроения. Я тебе предлагаю из трех перечисленных выбрать себе суперсилу. Какую бы ты выбрал? Отрезвить за одну минуту, за пять минут соблазнить любую понравившуюся женщину или за час выспаться. Ну, трезвить за минуту мне это не нужно, конечно, я и так трезвый. Так. Так, следующий еще раз соблазнить. За пять минут соблазнить любую понравившуюся женщину. И еще какой вариант? Или за час высыпаться. Честно? Да. За час высыпаться. Ну, понятно. Вот честно. Хорошо, что ты бы себе увеличил? Внимание. Рост, гонорар или количество октав в диапазоне? Не, ну, не знаю. В октавы точно бы диапазон не трогал бы. Сколько у тебя октав? Ой, ну, я не знаю. Я на самом деле такой баритональный тенор. Не считал? Ну, мне достаточно. Ну, сколько хотя бы? Ну, сколько, ну, не знаю. Ну, две, ну, два и четыре где-то. Ну, ладно, хорошо. Чуть больше двух с половиной. Так, окей. Так, дальше что... Гонорар или рост? Октавы не трогаешь, окей. Я понял, гонорар или рост? Да. Да, честно говоря, то, что Бог мне дал мой рост, пусть он остается. Ничего не хочешь. Ну, а гонорар тоже не хочешь увеличивать, да? Не, ну, пускай. Не верю в такие цыгане, которым хватит денег. Нет, 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 я же ответил, что мой рост, который пусть как Бог дал, как говорится, да, метр девяносто восемь, если что. А, ну, гонорар, ну, не знаю, ну, конечно, приятно, когда гонорар... Ну, прекрасно, увеличивается. Я аж прям растет. Аж прям разволновался. Не, ну, я думаю, это любому человеку будет приятно, наверное. Героям иногда приходится чем-то жертвовать. Чем готов пожертвовать ты? Внимание, никогда больше не участвовать в телешоу, никогда не пользоваться интернетом или никогда не заниматься сексом. Сейчас вся странно сказала так. Ну, наверное, ну, честно сказать, наверное... Ну, в шоу, чтобы я не... это невозможно, это моя жизнь, проекты. А секс? Как-нибудь? Ну, хватит меня в краску. Ну, как-то неудобно как-то об этом говорить. Я воспитанный человек. Я тоже. Так, и что еще? Третий. Вот секс. Интернет. Да. Ну, то есть я понимаю, что между интернетом и сексом сейчас идет выбор. Ну, я не знаю. Все, давай следующий вопрос. Не, не, это последний. Да ладно, ну подстава какая-то. Ну, так все, ну, все-таки... Подожди, нет. Если секс исключительно в интернете, то, конечно, здесь выбор быть не может. Ну, если есть хоть мало-мальски иногда без интернета. Ну, не могу, ну, правда, я не могу отвечать. Надо определиться. Ну, не могу, Аллочка. Ну, правда. Слушай, мы на русском радио. Здесь, понимаешь, ты прямо как перед Богом. А можно 50 на 50? 50 на 50? Нет, нельзя. Надо чего-то. Да, конечно, я могу остаться без интернета. Правильно, молодец, Жан. Я в тебе не ошиблась. Я только это тебе хочу сказать. И те 20 лет, что мы с тобой дружим, слава богу, ты за эти годы не изменился. И не изменяешь себе. Это, я считаю, что самое ценное. Друзья, давайте болеть за Жана. Он участвует... Супергерой твой. По каким дням? Суперстар. Да, суперстар. Ну, да, супергерой, суперстар. Каждое воскресенье. Вот, каждое воскресенье смотрим. Смотрим на телеканале. Ну, понятно, мы знаем, на каком телеканале. В 20-20. Да, и болеем теперь исключительно за Жанну Милимирова. Жаник, спасибо тебе, дорогой. Что? Аллочка, хочу поблагодарить тебя, правда. Мы уже очень давно с тобой знакомы, много-много лет. И я всегда рад тебя видеть. Ты очень улыбчивый, добрый, прекрасный человек и шикарный ведущий. Спасибо огромное, что пригласил Русское Радио. И я пришел к тебе пообщаться. Спасибо большое. Спасибо за компанию. До скорых встреч. Ну, и, конечно же, оставляю вас в компании со Светой Казариновой. А сама прощаюсь с вами. До завтра. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова